Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Продолжаем с вами исследование послания апостола Павла к Галатам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим вторую главу. Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуя мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они, и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям скрыто приходившим посмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. Итак, мы видим, апостол Павел продолжает то, о чем он говорил, но теперь уже более предметно, скажем так. Он говорит о том заблуждении, в которое вводили галатских язычников те иудействующие, которые еще не жили своего иудаизма и своего неофитства. Речь опять идет о том, надо ли соблюдать закон Моисеев или нет. Надо ли соблюдать закон Ветхого Завета об обрезании, который был заключен с Авраамом, или же нет. Апостол Павел говорит и называет этих людей, что они лжебратья. Это очень важное такое высказывание, потому что это не были люди внешние. Здесь притеснение и смуту вносили не люди со стороны. Это не были гонения от людей века сего. Это были более опасные суждения, которые тогда были в галатских церквах, и разные заблуждения, которые были внутри самой церкви. Поэтому они называются лжебратьями, то есть называя себя братьями, таковыми они не являлись. Видим, что здесь он говорит о том, что мы не стали обрезать. Кто такой был Варнава? Это был апостол. А кто такой был Тит? Это был апостол из иудеев, а Тит был язычником. Но апостол Павел говорит, что я не стал его обрезать. Но в другом послании мы с вами читали, что апостол Павел обрезал там апостола Тимофея ради иудеев. То есть что это значит? Ради благоествования иудеям. Но потому что они направляются именно к иудеям. И там иудеи бы не услышали проповеди Евангелия, если бы этот человек не соблюнул закон Ветхого Завета об обрезании. А здесь, он говорит, в этом не нуждается Тит, потому что он благоествует людям-язычникам. А они на этом, скажем так, не зацикливаются, на иудейском законе. Поэтому он говорит, что этого здесь и не надо. Так апостол начинает и говорит, что... Например, в Сидителе Амвросии Яландский пишет, цитата Павла, отправляется в Иерусалим ответить своим обвинителям, будто он не согласовался с проповедью остальных апостолов. Как раз по этому поводу галаты были взбудоражены лжеучителями, говоря, что Петр учил другому, нежели Павел. По этой причине Павел, получив откровение от Господа, отправился в Иерусалим со свидетелями своей проповеди Варнавой и Титом. Смотрите, в 2.2, как он говорит, ходил по откровению, не сам по себе. Взял и пошел. По откровению. Так об этом пишет святитель Леон Златоуст, цитата. Почему по откровению? Чтобы то по человеческому неразумению, чтобы ты по человеческому неразумению не осудил его, зная, что сделанное им было не человеческим делом, но делом божественного промысла, предустрояющего и настоящее, и будущее. И далее тоже святитель Леон Златоуст, уже комментируя 4 стих, пишет следующее. Апостолы допускали обрезание, вот как раз этот вопрос, что почему он там Тимофея обрезывает, а Тита нет. Апостолы допускали обрезание не как защитники закона, но по снисхождению к немощам иудеев. Но лжебратья делали это не по такому побуждению, а для того, чтобы отвергнуть верных от благодати и снова подчинить их под иго рабства закона. Это первое различие между апостолами и лжебратией. Второе же то, что апостолы делили это в иудеи, а лжебратья делали повсюду, так как хотели поработить всех галатов. То есть мы видим, что апостолы делили это в иудеи, для иудеев я иудеи, для елинов как елин, для беззаконных сам как беззаконный, сам же не чужезаконный. А галаты говорили нет везде. А зачем? Там, чтобы, говорит, он не было препятствия Слову Божию, то он это делает с Тимофеем. А здесь этого препятствия нет. Вот такое вот рассуждение. Этим отличается, братья, потому что лжебратья — это такое у всех причесать под одну гребенку. Но каждый человек — это личность. Это получится рядами и колоннами всех приведем в светлое будущее. Но это мы уже проходили, по-моему, в советское время. Через гулах всех хотели привести в светлое будущее. Поэтому церковь — это не так, как многие люди представляют, что все вот тут построились в одну шеренгу, шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте, попытка улететь. Нет. В церкви все достаточно мудро, все устроено достаточно бережно по отношению к человеку. Да. Но где-то проявляется и строгость. Опять же, как опытный врач, когда действительно, если пришел человек-хирург на осмотр, а ему врач говорит, слушайте, так у вас пупочная грыжа. Он говорит, ну да. Ну что, операция будет делать? Ну да, возможно. У него есть время подумать. Пока почему. А когда она у него уже там защимит, тогда уже время думать некогда. Здесь же надо что? Срочно. Иначе может быть что? Иначе может быть смерть. Человеку нужно срочно довезти на больницу. Поэтому, чтобы до такого состояния не доводить, да, применяются разные приемы. Это понятно. Первое и второе, разные операции. Здесь рекомендация, там операция. Но чтобы до такого состояния не доводить, лучше послушаться что? Совета врача. А вдруг не довезут? Так и здесь многие как думают, когда применяют одни и те же правила ко всему. Говорят, да что там я, как разбойник на кресте покаюсь, и вот войду в Царствие Божие. А, дорогой, отживешь ли ты до этого состояния? А вдруг, да, внезапно с Диапридкой, в Городе они обнажатся, и ты раз сейчас вдохнул, и саркома там, и не выдохнул. Успеешь ли ты покаяться? Поэтому везде разные методы, они применимы по-разному. Но не надо играть, скажем, в какие-то азартные игры, извини за выражение, вот с Богом, что ли. Бог знает наше помышление, знает все, весь наш жизненный путь. Поэтому апостол тут так и предупреждает, и говорит, что нельзя везде применять одни и те же правила. Нельзя, там, скажем, если неопытный капитан одни и те же паруса, там, в любую погоду ставит, под ним, мы знаем, что можно и на рифт налететь. Поэтому все должно быть мудро, с рассудительностью, не отступая и не приступая к заповеди Божьей. И далее продолжает. Мы на час не отступали, говорит он, и не уступили. И в знаменитых, он говорит, чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. То есть, здесь апостол Павел как бы повторяет заповедь Божию, помните, как говорил, спасите на горном проповеди. Если войдет человек в священную, в Евангелие, если найдет человек в одежде богатый, вы скажете, друг, неудобно тебе там, что-то там сел где-то, иди-ка сюда, ко мне поближе, ты богатый, тебя можно что-то там поиметь. А ты, зайдет бедный, вы ему скажете, ну, иди-ка садись вон там. И тогда, говорит спаситель, не пересуживаете ли вы? Почему вы на человека смотрите только с нежной стороны? Только с внешней стороны? Помните, это какая-то история, по-моему, это маленький принц, когда родители спрашивают, и ребенок говорит, почему мои родители всегда спрашивают, а кто мои друзья? Сколько им лет? Кто у них родители? Где они работают? Да, и прочая вещь. Почему они не спрашивают, а какой он добрый, или мой друг, или нет? А какие у него волосы? Да, о чем он говорит? А всегда интересуется какими-то карьерными моментами. Так и здесь. Поэтому Бог не взирает на лицо человека. Бог не смотрит на внешнее состояние. Поэтому мы иногда так про себя думаем, ой, этого человека туда поставили, этого туда, а я вроде так и неплохо тоже выгляжу. Но, как помните, это хорошая пословица, «Бодливой корове Господь рога не дает», чтобы не слишком много думали о себе. Поэтому, да, Господь каждому человеку видит, как ему лучше, на каком месте быть, в каком состоянии, в каком служении, для того, чтобы опять же Бог все делает для нашего блага, чтобы сохранить нас для вечности. Итак, напротив того, здесь он говорит, я не смотрю ни на что, и если есть, если есть, что исправлять, надо исправлять. Поэтому здесь он говорит сначала об обрезании, что закон, он там, его нужно мудро рассудить, для того, чтобы не было препятствий, чему? Дело благовестия. А смотрите, как он дальше говорит. «Напротив того, увидев, что мне вверенное благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействующую Петру в апостольстве у обрезанных содействовали и мне у язычников, и узнав о благодати, данной мне и Аков, Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и варная в руку общение, чтобы нам идти к язычникам и им, а им к обрезанным, только, чтобы мы помнили, нищих, что и старался я исполнять в частности». То есть, здесь он говорит о распределении служения, мы, говорит, пошли к обрезанным, мы к язычникам, они к обрезанным. И далее, очень важный десятый стих, он говорит, что мы должны исполнять заповедь, будьте милосердны, как отец ваш небесный, блаженны, милости, вы помилованы будут, не забывать, что в совершении апостольского необходима и жертвенность для того, не только жертвенность словом, но и жертвенность, насколько это возможно, чтобы помнили и нищих. И вот интересно, к чему подводит здесь апостол Павел, «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили прочие иудеи, так что даже Варнау был уличен в их лицемерии. Но когда я увидел, что они не прямо поступают поистине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждают жить по-иудейски? Видите, к чему подвел апостол Павел? Он сначала сказал о том, что ничто не должно препятствовать делу благовестия. Необрезанный, необрезанный, если там Тимофей обрезал, то ради только благовестия, чтобы не было препятствия этому делу. Потом далее говорит, здесь не надо в этом деле взирать на лица, хороший, плохой, даже апостол. Даже апостол. И тогда далее он потихоньку подводит к этому, говорит, мы пошли туда, они пошли к необрезанным, а не к обрезанным. Ну вот, когда они были там, потом пришли обратно к язычникам, когда проповедовали обрезанных, пришли потом к язычникам, то стали вместе с язычниками есть. Но среди них были иудеи, которые еще не были укреплены в вере, и они были им сомблазном. И они упрекали. Как же так, когда мы были там, вы ели, не ели там идол жертвы, а сюда пришли и с язычниками, зная, что идол в мире ничто, перестали и начали есть. И это подавало сомблазн. Поэтому апостол Павел здесь говорит, что дело не в том, что ели вы или не ели, дело опять в другом, что вы привели братьев, которые все это видят, к преткновению. Не подавайте никому соблазна. Это то, о чем говорил Спаситель. Горе мирил от соблазнов, но горе тому человеку, через которого приходит соблазн, лучше бы, говорит, вам и не родиться. Почему? Ну, не родился человек, ему не мучиться хотя бы в адских муках, нет его и не было. А если человек родился в эту жизнь, он уже куда-то попадет. Мы с вами обречены на вечность, либо в рай, либо в ад. Поэтому Спаситель говорит, лучше бы ему и не родиться, чтобы не мучиться в аду. Потому что кто соблазнит, говорит, одного из малых сих, тому лучше бы повесить жернов и утопить, а лучше бы не родиться. Поэтому видим, что апостол Павел говорит именно об этом. Не о пище, не обрезы, не обрезы, но не подавайте, не искажайте Слово Божие, не подавайте соблазн. Мы, по природе иудеи, а не язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только веру в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Теперь он утверждает эту мысль, что надо обновиться умом. Надо именно понять, что закон и что такое наша праведность. Наша праведность, она как запачканная одежда, как сказано. Никто не может оправдаться какими-либо своими делами. Если мы скажем, что мы оправдываем своими делами, то так Христос напрасно умер. Так апостол Павел об этом и скажет. Если же еще оправдание во Христе мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. То есть, что значит еще оправдание во Христе оказались грешниками? То есть, в покаянии мы увидели свои грехи. То и Христос грешник? Никак, конечно же. Ибо я если снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. А я сраспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу веруя в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдания, пожалуйста, 21 стих, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Действительно. Можем мы хоть одну заповедь исполнить во всей чистоте? Нет. Заповедь милосердия можем? Нет. Подали милостыню. И что сразу? Да, все правильно. Уже на 10 сантиметров над землей поднялся. Великий человек, тщеславие сразу. Дьявол, он всегда старается нас обокрасить. Сделал доброе дело, помог человеку. Опять гордыня. Не сделал доброго дела, не помог человеку. Не подал опять гордины. А что я буду ему подавать? Я знаю уже, что он куда-нибудь потратит на выпивку и себе вред только причинит, поэтому я ему подавать не буду. А не пересуживаете ли вы? А вдруг с ним произойдет то, что произошло некогда. Помните, я как-то приводил пример Жан Бальжан из книги Гюго Отверженных. Там священник дает, епископ подсвечник, когда он обокрал, он говорит, да на ты еще и это забыл. И это в нем переворачивает всю жизнь. Поэтому откуда мы знаем? Нам есть эта заповедь. Да. Будьте милосердны и блаженной милостью помилованы будут. Будем ее делать по мере сил, по мере возможностей. Поэтому как говорят, постимся ли? Гордимся. Иван Лесвинченко очень интересное есть высказывание в Лесвице. Не помню, какое 20, по-моему, 22 или 23 слово. Постимся ли? Гордимся. Не пощусь ли? Думаю. Ну вот, пища не приближает к Богу, не удаляет. Подаю милостыню. Горжусь. Не подаю милостью? Тоже думаю. Ну вот, я тут делаю другое дело более важное. Это тоже моя милостыня. И так во всем. Поэтому законом, исполнением закона мы не оправдываемся. Не отвергая благодати Божию, А если законом оправдан, тогда Христос зря умер. Не можем мы соединиться с Богом, делая дела закона. А для чего же тогда ее исполнять? Для того, чтобы увидеть грехи свои. Исполнение заповедей Божией есть видение своих грехов. То есть, в чем исправляться? А что значит исправляться? Опять дела? Нет. Исправление состоит в том, чтобы, увидев это, мы сказали, Господи, избави, помоги. То есть, заповедь, исполнение этой заповеди приводит, любой заповеди Божией, приводит человека к чему? К покаянию. А когда человек раскаивается, то Бог уже свою благодать, он начинает в нем действовать. Пока человек не раскаивается, человек Богу не дает действовать в себе. Поэтому так. Поэтому так апостол Павел пишет. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Субтитры сделал DimaTorzok